Было письмо Токаеву, было письмо Бустрыкину, было письмо Путину. И почему надо было доказывать правду 4 года? Ну, такова жизнь. История Томирис, она стала такой глобальной, масштабной, наверное, для того, чтобы что-то донести до людей. Мне он не нравился, и мне надо было об этом сказать. Я долго себя винила, Динар, я тоже долго в этой была, в этой состоянии. Нет ничего хуже плохого друга рядом. С чем я вышла из этого беречь себя? За 3-9 дней ребенку научить, что уходи там, где опасно, уходи. Я вот сейчас думаю, господи, как у меня хватило сил. Правда, Динар, честно. Жанна, мы с тобой знакомы давно, поэтому можем на «ты»? Да, давай. Я рада тебя видеть. Рада видеть, Динар. Четыре года ты шла к тому, чтобы справедливость восторжествовала. Аминь. 24 июня суд приговорил Меджидова к 13 годам в колонии строгого режима. Все верно. Расскажи про этот путь. Как ты его прошла? Четыре года. Четыре года твоей жизни. Много говорили, точно мне говорили, что «Жанна, ну хватит уже. Нет сил на тебя смотреть, на твои усилия. Это ресурсы денежные, материальные, моральные, временные. Поэтому как-то я и раньше знала, что веришь, если иди до конца. Но я, конечно, все равно не думала, что можно настолько сделать то, что ты делала четыре года, не сворачивая. И надо быть твердым в своем убеждении. Вот эта огромная вера в ребенка. Даже не в свои силы, Динар, в ребенка. А кто тебе помогал? У тебя был адвокат, с которым ты начала свой путь и завершила его? К сожалению, нет, я адвоката не была. Путь начинала сама, но брала. Динар всякие были, но такие. Есть юридическое написание. Я финансист. Я уже, конечно, много знаю. Уже все шутят. У меня дома все тома Уголовного кодекса России, все юридические книги у меня есть. У меня распечатанные тома Томир из дела. То есть я знаю там каждую страницу и там что-то. То есть я любое лживое показание, там что-то кто-то что-то меняет, я говорю, она не так говорила. То есть я уже много знаю. И это такой, это труд, это труд, это ответственность. Я иногда говорю, что можно было мне язык какой-нибудь выучить, но я выучила то, что мне надо было. Ты проделала большую работу, это работа, да? Ты стала юристом. И для меня, честно говоря, большой шок, что ты делала это все сама. Сама. То есть ты была одна хрупкая, но сильная, да, казашка против целой системы другого государства. Учитывая, что у Меджидова отец хоть и сейчас осужден сам, да, и осужден или последствия находятся. Последствия находятся. Последствия находятся. У них дед такой великий, как для Дагестана. Ты пример того, что можно доказать всегда правду? Можно доказать. Хочется рассказать всем детям, Динар. Чтобы вот, чтобы это посмотрели детки, что не сворачивайтесь с пути. Все возможно. Возможно, если есть верный путь, есть стержень, есть то, что в сердце знание твое, что ты прав. Нужно бороться, нужно бороться, идти. А что помогло? Я знаю, что ты заходила к нашему президенту Тукаеву. Ты писала письмо Путину, ты писала письмо Бастрыкину, да? Как ты думаешь, вот что в этой цепочке могло помочь? Я думаю, Динар вкупе все клубок этих действий сыграл какую-то... Вот мы не знаем, не знаю, вот мы сейчас позвоним с тобой в Нью-Йорк, и непонятно, нет уже провода, да? Мы не можем сказать, какое именно там, да, что-то, что нас связало, какая именно связь помогла нам. Поэтому вот когда все спрашивают, я не знаю, Динар. Мне кажется, это взаимодействие всех, вообще совокупность вот этих мер моих. От того, что мне поверили прокуроры, вот сейчас суд, который был, они мне поверили. Поверили семь абсолютно непричастных к этому равнодушных, но глобально посторонних людей, присяжные, судья. Это настолько должны быть не объективно к этому относящиеся люди, не к чему не привязанные. Но все равно, ну, Тукаеву, было письмо Тукаеву, было письмо Бустрыкину, было письмо Путину. Ну, я, правда, я шла последовательно и писала, это вот мы знаем только о тех письмах, которые, ну, такие громкие. Было в генпрокуратуре, там, Акимам, послу, была масса действий. Я иногда, ну, вот как-то кто-то мне сказал из чинов, говорит, ваше письмо. Ну, то есть, возможно, просто еще тоже логичность и 18 лет госслужбы. То есть, письмо не должно быть на 92 листа о твоей жизни, там, и о том, что я такая замечательная. Поэтому мне, то есть, лаконично человек читает первые абзацы, дальше из него должно быть все понятно. То есть, я не была истеричной, неграмотной какой-то там, блющейся об землю. То есть, мониторю такие истории 4 года. 4 года. Я, мне кажется, все истории в мире, даже не наших казахов, а просто такие истории, их много, к сожалению, оказывается. Деток выбрасывают, выпадают, убивают, всяко, их много. И я очень хотела найти какой-нибудь кейс, на который могла опереться. Я очень хотела, Динар. И иногда от этого у меня опускались руки, потому что мне все говорили, друзья, тоже занимающие посты, говорят, Жан, так, ну, невозможно, перестань, на тебя смотреть уже невозможно, ты уже, не знаю, болезни всякие зарабатываешь. Невозможно. Я тихонько киваю головой и дома закрываюсь и делаю свое дело. Ну, и я вот сейчас думаю, господи, как у меня хватило сил. Правда, Динар, честно. Я сама, вот как и вы все, вот вся страна говорит, как, не знаю как. Вот просто череда вот этих всех совокупностей, этих мер, я думаю, сыграла. Никакая в отдельности. Вот если думать, что все сделает за тебя кто-то, например, президент, так не бывает. Не следователи, да? Да. Ну, вот так, как тебе это надо, никому так не надо. Следователь тоже делает свою работу, и он делает это на уровне закона, экспертизы, юридиспреденции. То есть ты рекомендуешь, если человек попал в такую историю, включиться максимально? Включиться максимально. Максимально и быть адекватной, и принять тоже свою позицию. Она бывает не сильна. Там тоже были шаткие стороны, например, отсутствие камер, отсутствие любых свидетелей, они были вдвоем только. Совокупность вот вообще всех твоих действий приведет однажды к тому, что случается. Фотографии, которые сделала я и мой брат, когда у нас случилось 13 апреля, мы прилетели, 14 апреля нам показали аудиторию, где это произошло, и я увидела царапины на окне. И они потом признаны царапинами томерис, которая вот цеплялась и цеплялась в сторону выхода. То есть человек, делающий суицид, так не делает. То есть нужно доказать все действия, которые не могли быть. То есть это как, знаешь, например, у Меджидова, он не должен доказывать свою невиновность. Вообще любой виноватый, даже в том, чем мы его упрекаем, наша невиновность вообще в мире априори, он не доказывает. Я доказываю его виновность. То есть я должна быть конструктивна, объективна, цельна. Без эмоций, да? Без эмоций. По факту. По факту. По факту я не могу притянуть что-то наговорить. А вот расскажи про эту экспертизу, которая как раз, я думаю, стала ключевой, когда доказали, что человек не идет на самоубийство спиной. Он не будет прыгать с высоты четвертого этажа спиной. То есть наверняка человек выберет себе побольше, повыше этаж и будет делать шаг, как это происходит обычно. То есть здесь было очевидно, что все-таки ее толкнули. Почему это было так сложно доказать? И вот как тебе помогла экспертиза? И кто тебе помог доказать именно это? Главное следственное управление города Москвы пригласило баллиста, потому что я не знала тоже этого, что любое брошенное тело относительно горизонта – это баллистика. То есть мы думаем, что баллистика – это только выстрел ружья. Оказывается, любое выброшенное тело относительно горизонта – это баллистика. И есть такой эксперт со стажем 42 года, рассказал, как это вообще в его понимании он выстроил комбинацию, как тело падало. Но тот суд не поверил. Он сказал, что так четко человек не может этого предположить. Есть 7 присяжных, есть старшина у них. И эта старшина потом давала интервью, и он сказал, что якобы мы переиграли на этой экспертизе, что она была такая точная, что она такой точной быть не могла. То есть это предположение только его. Я понимаю, как они выкрутили, но они полностью опровергли ту экспертизу. Сейчас к ней была доказательная база, еще был след. Вот здесь окно, и вот здесь нижний подоконник, но такой низкий, под которым устекает. И все думали, и Маджидов рассказал, что это след, который смотрящий, ну вот так вот. А его, господи, отдали на экспертизу, и это след в ножке. То есть она цеплялась, спускалась, и вот на этом они тоже вот такое. Это можно было, правда она такая. Вот сейчас мы с Сергеем шли, разговаривали, почему надо было доказывать правду 4 года. Ну, такова жизнь. Это как ребенок нам рассказывает, да правда я так не делал. А мы еще требуем каких-то от него доказательств. Нам недостаточно его слова. Вот так же и, видимо, ну вот как-то в этой судебной процедуре. Ну, вообще, я думаю, что иногда в жизни, что нужно доказывать свою правоту. Если бы Маджидов тогда, в 2018 году, признал свою вину, попросил бы у тебя прощения, да, у семьи, ты бы его простила? Простила, Динар. Простила. Смогла бы простить? Смогла бы. Не боролась бы с ним. С ним бы не боролась. Если бы видела, что тоже больно, невозможно, сочувствует, сопереживает тоже. Я, знаешь, 4 года рассказываю дурацкую историю. Что, ну вот мы все водители, и всякое же может на дороге случиться, и мы этого не хотим. Ну, точно не ходим. Утром выезжая, мы этого не хотим. Поэтому беда может прийти, вот она разная. Но я два года говорила это. Но потом, когда следствие доказало, и позвонил следователь, и говорит, Жанна, это вот они переквалифицировали из убийства в умышленное убийство. И он говорит, он ее прям убивал. Можно было ему перестать в какой-то момент это делать. И эти гормоны, там, злость, еще что-то сыграло. Не остановились вовремя. Ну, не остановился. Поэтому это дело, это умышленное убийство. И я после этого перестала так говорить. Я раньше думала, что это вот беда просто, вот как на дороге. Это не несчастный случай? Это не несчастный случай. Расскажи мне, вот 18-й год, когда произошла эта трагедия. Ты прилетела в Москву. Ты прилетела с кем? С братом? С братом и на тот момент с супругом. С супругом. Вы прилетели. Какую помощь тогда вам оказал посол? Тогда был, в посольстве работал Имангалин Ругалевич Тасмагометов. Тасмагометов. Никакую, Динара. Я билась к нему. Я даже назначила прием. Меня записали. Потом сказали, что его нет. Меня приняла его зам по прессу. Которая отвечает за работу пресс-службы, да? Да, 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 за работу с прессой, да. Забыла. Динара? Динара. Джанара? Нет. Динара, мне кажется. То есть посол не оказал никакой помощи? Нет, не оказал и даже не, ну, лично не выразил соболезнования. Мне передали от него, вот я сейчас вспоминаю, мне передали от него голосовое, где он выразил соболезнования. И за 4 года ты вот от казахстанского посольства в России не получила никакой поддержки? Ну, я где-то уже потом сама с собой поговорила, я же много юриспруденции знаю, и потом я посольства нет, я уже так сама себе объясняю их действия, что у них нет никаких рычагов, они просто представляют эту страну. И, возможно, у них просто нет каких-то рычагов административных ресурсов или там еще что-то, возможно, это мое объяснение. Но в прошлом суде, на каждом суде присутствовал юрист посольства, просто присутствовал для, ну, присутствия. Возможно, это что после обращения к президенту, когда уже ты сходила в Акурду, что после этого все-таки посольство получило какое-то указание поддержать Жанну Ахметову? Точно не знаю, Динара, но все возможно. Я вот вообще не представляю себе, как ты одна ходила на все эти суды, как ты выступала, да, то есть без адвокатов, сама писала исковые заявления, вообще разбиралась, да, то есть ты человек вообще из мира моды, да, то есть ты фэшн-стилист, фэшн-блогер, то есть ты во все это окунулась и вышла оттуда с победой. Если вот вернуться в 18-й год, когда ты познакомилась тогда с родителями Меджидова, то есть они выразили свое соболезнование? Мой супруг на тот момент потребовал присутствие папы его, когда мы прощались, когда тело Томирис уже отправляли в Казахстан, и где он? Но он не сказал соболезнование, он сказал, как же так случилось, выпрыгнула девочка, вот. Мама, наверное, выразила я сейчас, ну вот. Она была, да? Она была, они были, они были первые, я прилетела первые два дня, и последние два дня, когда Томирис уже плохо стало, и вот они, ну, видимо, им тоже, ну, это же их вотчина, их город, и у нас же всегда есть какие-то знакомые, поэтому, наверное, я думаю, что они знали, что нам, ну, уже плохо Томирис, и мама в Махачкале живет. Мама прилетела в тот же день, 13-го, и с его телефона он тут же позвонил только маме, только маме, поэтому, я думаю, что это мама руководила всем процессом, и это мамины шаги и действия. У него изъяли телефон? Да, сразу два телефона, два телефона изъяли, Томириса и его. Нет такого, что он признается, сочувствует, переживает, то есть в каких-то переписках? Нет, Динар, а он бы не успел, его забрали сразу, вот случилось это, и что-то мучили. То есть полиция его сразу забрала? Сразу забрала, да, но его отпустили через часа четыре, ну, как бы, ну... Как подозреваемого или как свидетеля? Нет, когда просто свидетеля, свидетеля. Он сразу был квалифицирован свидетеля, он не был подозреваем на тот момент. Они, мы уезжали, когда с Томирис, с телом, они дело закрывали уже, прям закрыли, нам отдали все телефон, Томирис, он был изъят для свидетелей, и все отдали, и закрывали. То есть оно могло быть закрыто в 2018 году, и в Никулинском суде, в районном, тогда прям оно могло быть закрыто. Но ты решила отписать? Или что произошло, что ты сделала? Я стала изучать, я приехала и, ну, провела 40 дней, и потом включилась. Динара, ну, я правда, ну, я слушала врачей все 21 день, которые ходила к Томирису, и врачи Слихвасовского, вот, бывает вот, когда она правда вылетает, и потом она оседает у меня где-то, и я потом начинаю ее вспоминать, вспоминать, анализировать. Вот когда уже время прошло, вот какого-то такого безграничного горя, и когда уже включаешься во что-то, ну, вот, и что у нас ноги не сломаны, и врач, помню, говорит, странно, суицид. Ну, то есть уже шли же разговоры, то есть у нас, ну, там, пресса была, то есть это, ну, с самого начала громкое дело. Я даже не знала, вылетая отсюда, Динар, я не знала, что оно настолько масштабное. Настолько я, я думала, что это моя беда, я улетала с трясущимися там руками, и мне сообщили, я приземляясь в Москве, открываю интернет, и, ну, из всех, вообще, из всех каналов СМИ, и вся московская СМИ, и родители, я не сказала, улетая. Я думала, да нет, это не стомерис, это вообще не со мной, и я не знала, что это вот настолько. И потом, собирая, вот, ноги не сломаны, упала, голову не повредила, вот, ну, вот так вот телом. То есть потом я стала анализировать, потом время падения, придано ускорение. Все это собрав какой-то кулачочек, я стала, стала дальше анализировать, писать, консультироваться. Она написала, что я не согласна с закрытием дела, требовала нового следователя. Следователь у нас поменялось, я вот сейчас думаю, у нас, я не знаю, смогу ли я поменять какого-нибудь следователя, я поменяла шесть следователей у нас, где Нар было. Мы из Николинского района, потом города Москву, потом, ну, то есть я вот так вот шла, шла, шла. Это была, это череда последовательных действий. Вот я сейчас, говоря тебе, сама теперь понимаю, как это вот, ну, как там, как я это сделала, что ли, вот, ну. Ты создала фонд, который будет помогать людям, которые попали в такую же жизненную ситуацию. Фонд Тамерис Байсофа. Динар, не только людям, попавшим в эту ситуацию, а просто детям, которые уехали учиться далеко от родителей, и которым все равно нужна какая-то всяческая помощь. Даже мы, едя отдыхать куда-то в какую-то страну, пишем там, ребят, покажите, ну, подскажите, где какой-то магазин, не знаю, где, куда лучше пойти. И поэтому, а эти 17-летние, 16-летние сейчас уже детки, которые, которым очень нужна просто какая-то, какое-то доброе слово, какое-то направление. Поддержка, да? Поддержка какая-то просто, даже просто информационная, не какая-то, какой-то четвероклассник или просто человек, живущий в этом городе, куда-то там ему напишет, что туда ходи, сюда не ходи, это делай, это... А что это будет? Это будут памятки, это будет какая-то, какие-то волонтеры, активисты, которые будут представлять свой фонд в разных вузах? Да, как-то так представляю. И мы будем объединяться в какой-то хаб, не знаю, пока вот, я сейчас обратилась к нашим ребятам, которые, Юсупов Арман, его команда, которая пишет, посоветует, как это сделать, потому что пока 4 года, правда, я его создала. Я помогаю точно из собственных средств небольшими деньгами, советом, путем, которым я прошла и который сработал. А часто к тебе обращаются люди, которые попали именно в похожую, да, историю? Часто, часто таких историй, я... Вот это как, знаешь, Динар, не болеешь какой-то болезнью и думаешь, что этого не существует, ну, правда, не существует. А только вот, только коснешься, и оказывается, таких историй... Я 4 года, ну, я не знаю, у меня не хватает уже, мне кажется, сердца, души, это нужно время, это нужно большое, большая эмпатия и время. Ресурсы? Ресурсы? И поэтому, чем могу, пока помогаю вот так вот, потому что у меня было мое дело, мое дело, плюс это тоже мне надо было, на это ресурсы нужно было. Мое дело, это уже такой кейс, которым я могу апеллировать, могу как-то говорить об этом. Я наблюдаю за разными историями. Возьмем, например, историю с Амбат Кулгожаровой в 2020 году. Я считаю, что все-таки ее довели до самоубийства. Эта история, ну, она не закончилась тем, чем, наверное, что ждали бы там ее сестра, например, Бану, да, или мы, например, да. Взять историю Аселя Айпаевой, которая погибла в Грузии, да, следствие до сих пор идет. История Тамерис, она стала такой глобальной, масштабной, наверное, для того, чтобы что-то донести до людей. Безусловно, я думаю, что безусловно. Я где-то понимаю, что если, ну, правда, адекватный и трезвый человек где-то в темноте сам себе мог сказать, что так не бывает, это не получится, правда. Невозможно. Невозможно, невозможно. Но ты была одна против целой системы. Против целой системы. Мои деньги против их, ну, вообще, правда, даже просто против московских денег. Дело даже не в том, что там кто-то куда-то, а просто сама, сам, сам кейсы и структура денег другая, масштаб другой. Поэтому это только, ну, только желание, вера в правду и большой труд. С какими мыслями ты летела на суд? Именно на последний суд, потому что ты говоришь, я изучила все кейсы, и ты не нашла, на что опереться, да? Не нашла. Ты не нашла, чем вдохновиться, да? Не нашла. Где найти силы, где увидеть, блин, у них получилось, у меня тоже получится. Вот с какими мыслями ты летела, и какие у тебя были шансы? Надежда была. Но трезвая часть мозга говорила, ты, Жан, готовься. Если ты, если ничего не получится, мы не будем убиваться, мы не будем. Это тоже битва, тоже битва. Есть еще шаг какой-то, всегда есть следующий шаг, и ты будешь пробовать. Как-то вот так с собой поговорила и поехала. Ну, надежда была. Надежда, уж не скажу, в каком проценте я на себя надеялась. Ну, ни в каком. И когда еще, ну, там, родные звонят и спрашивают, какое-то ощущение, вот когда прения были. Я говорю, можно я не буду? Вот я не хотела даже рассказывать и ставить какие-то предположения, прогнозы. Неблагодарное это дело, и я решила никак мою свою душу не терзать. Просто вот как есть, так есть. Ну, когда ты написала в фейсбуке, да, по-моему, ты написала, что вердикт вынесен, все единодушно, да, то есть все присяжные сказали виновен. То есть все, это взорвало просто опять весь Казахстан. И такое ощущение, что твоя личная история, она стала народной, и она заслуживала правды. Твоя дочь заслуживала правды. Спасибо, Ленар. Расскажи про свою младшую дочь. Я видела, что она тоже боец, и она тоже была рядом с тобой. Да, мы поехали с ней вместе. Она никогда не хотела там присутствовать, а в этот раз сама попросила, можно я с тобой? Я не буду тебе в нагрузку. Я говорю, не будешь. На суд ей нельзя было прийти, потому что суд был закрытый. Это очень хорошо, потому что на прошлом суде все его родные тяжело. А я была одна, и как-то тяжело. Она боец, она боец, она, не говоря, мне переживала. И вот сейчас тоже, я даже не знаю, вот, ну... Я читала ее пост, где она писала о том, что сейчас будут писать там, догорите в аду и прочее, и прочее. Пишут, она переживает это. Вот если мой администратор щадит меня и убирает их там, и чтобы я не видела, а ей в личку пишут, атака ботов у нас, вообще уже четвертый год это. То есть это не только вот какая-то такая работа. Это вот на прошлом суде, когда они выиграли, вот такая, я думаю, что, знаете, вот, Динар, победа такая шаткая, и они это тоже понимали, что они зачем-то после суда стали лить невозможную грязь на Томирис. То есть чтобы укрепиться в этом, они решили доказать еще, ну, вот, как бы себе и всему миру, что девчонка-то вообще не очень, и мы правда выиграли суд, вы там не переживайте. Вот как-то невозможно такую грязь стали лить, я прям, ну, как-то думаю, да, люди, вы же выиграли. Ну, мне кажется, правильно сидеть тихо и как-то правильно, ну, вы выиграли, я не имею к этому ничего. Я юридически дальше иду. В правовом поле. В правовом поле, очень в социальном, правовом и человеческом. То есть сейчас я тоже понимаю, мы вот шли с ребятами, говорим, они подадут апелляцию. Я же тоже понимаю, подадут, это правильно, это будет следующий человеческий ход. Вот их, это конституционное право, это ожидаемое, конечно, я бы подавала, и он, это все, все правильно. И зачем, ребята, вот в прошлом году мама его, тетя, невозможно, какие-то аккаунты открыли, нам боты, ну, я не знаю уже, я хочу, наверное, обратиться как-то, запишу какое-то обращение, что нельзя, ну, я в этом участвую, ребенок в этом не участвует, они грозят ей в темном, в темной ночью, да ты куда-нибудь поедешь, ну, такое грязище. Младшей дочери. Да, на имя. Ну, это, ну, нам пишут 4 года вообще, ну, 4 года, мы уже как немножко закалились, но вот сейчас это какой-то адский ад, но мы тоже понимаем, что это обратная сторона, и мы с другим поговорили, и как бы решили, что... Но это тоже было ожидаемо. Это ожидаемо, тоже ожидаемо. Это как обратная сторона любой популярности, она тоже, вот, ну, ты же знаешь, что тебе не дадут где-то пройти там, ничего-то, поэтому это тоже такое ожидаемое действие. Супруг, твой второй супруг, вы с ним развелись. Что стало причиной? Он не выдержал всего этого стресса или что? Наверное, Динар. Я думаю, что... Я думаю, что все в совокупности. Я же... Ну, я не скажу, что я прям живу этим. Это... Ну, ты жила 4 года? Ну, жила. Ну, знаешь, мы же женщины многозадачные, у тебя же тоже, вот, я вижу, 500 миллионов дел, ты берешь со мной интервью, у нас, когда перерыв, ты назначаешь встречи, ты планируешь вечер, ты тебя деткам отвечаешь, то есть у нас много задачи. Я, конечно, тоже, ну, разделила, но, видимо, ну, вот, где-то не смогла, ну, то есть это... Беду трудно пережить, это... Ну, поэтому не смогли мы. Ну, в хорошем, в хороших отношениях он большой помощник был, Динар. Но он тебя поддержал. Поддержал, поддержал, он большой помощник был. Я где-то... Ну, мне же на это еще надо было, ну, вот, не знаю, ну, зарабатывать деньги. И находить время. То есть какие-то такие моменты он брал на себя. И несмотря на то, что мы не вместе, и... Но он... Томирис невозможно не любить. И он был с ней, он тоже ее вырастил. И это было совместным решением одобрить ее ГИМО. И то есть он тоже как будто несет за это ответственность. И он большую работу такую тоже, юридическую тоже выполнил. Мы вот как-то... Мне кажется, что вот мы вместе несли это. Я была бронепоездом. Я тот, который не давал этому там... А его просила там, можно то-то написать, то-то написать, тому-то ответить. Потому что это очень сложно, но... Ну, даже, я скажу, родные отцы не задерживают, да? Нет, не задерживают. Они так гордились, и... Я думаю, что где-то даже меня не простили. Вот он сейчас пришел... Знаешь, у меня было день рождения, 1 июля. Они всей семье пришли меня поздравить. И первый раз сказали спасибо. Спасибо, что ты есть, и что ты вот это смогла. И аминь. Я очень рада, что... Это невозможно предсказать и предвидеть. И это не твоя вина. Это не может быть... Виноват в этом Меджиев. У нас у всех дети. Ну, ничто непредсказуемо, да? Никто не знает, что будет завтра. Ты отправляя ребенка своего за границу, в Россию... Ну, казалось бы, это вот совершенно недалеко и дружественная нам страна. Но, тем не менее, да, эта ситуация произошла. Какой урок ты вынесла из всей этой истории? Не сдаваться. Разговаривать с ребенком обо всем, Динар. Вот прям обо всем. Проговаривать все возможные риски, да? Знаешь, нельзя юлить. Вот мне он не нравился, и мне надо было об этом сказать. Прям, ну, сказать об этом. Сказать о его национальности, что они не женятся на других национальностях. То есть, это надо было честно сказать, не надо, чтобы все кто-то пребывали в розовых, ну, каких-то очках. И я тоже, я очень толерантна. Ну, смотри, здесь ты современная мама, да? Вот, вот. То есть, ты же не лезешь, не нарушаешь границы своей дочери, да? То есть, ты считаешь, что все-таки нужно лезть? Нужно. Нужно сказать свое мнение. Оно может никуда не лечь, но оно каким-то камушком куда-то забросится. Сказать надо, я думаю, свое мнение. Я раньше тоже думала, у всех есть границы. Вот этот метр пространства нарушить нельзя. Нельзя, я не лезу в телефоны, я... Ну, она же встречалась с ним сколько, два года, да? Два года, да. То есть, ты два года вообще знала его? Как-то вы с ним пересекались? Я виделась, знала, и год уже было плохо, и мне надо было сказать, тамирис, надо прекратить, заканчивать. Нельзя, полутонов не бывает. А вот это всегда, когда мы вяло текущее что-то, и да, не, нет, оно плохое. Всегда нужно... То есть, в такие моменты родителям нужно включаться? Родителям нужно быть, нужно включаться. Вот, и, знаешь, МГИМО была выбрана, это дружественная страна, это всего три часа полета. Это язык, на котором я понимаю разговор, и это тоже нам, ментальность нам похожая. И, видишь, как сработало. Нельзя, правда, я долго себя винила, Динар, я тоже долго в этой была, в этой состоянии. Только вот как-то сейчас выкарабкиваюсь и думаю, вот ты сейчас тоже сказала, что нельзя предугадать. Ничего не бывает. Того, чего мы четко запланировали, и вот ровно так будет. Детки, они другие, они же отдельные, и они со своими мыслями какая-то боль своя и проблема своя. Но здорово, когда они с нами будут разговаривать, и мы... Можно спросить, в конце концов, можно я скажу свое мнение? Возможно, тебе неинтересно, но можно я скажу? И вот где-то это все равно ляжет. И еще главный кейс, выбирай друзей, Динар. Я очень хочу, чтобы ты тоже своим деткам сказала. Вот знаешь, нет ничего хуже плохого друга рядом, который друг, но который ты два года не сказала такого какого-то нужного совета. Вы 24 на 7 в одной комнате живете, и ты оказалась таким равнодушным, равнодушным другом, человеком, который, ну, как бы так, да, так бывает. И который... Сущность все равно вылезет. И вот все, что сейчас произошло, и показания, которые отказались давать, и осотрите тот пост, там, потом только я что-то скажу. Ну, вообще страшно. В общем, я к чему? Что друзей, деткам надо выбирать, я не знаю, очень-очень-очень аккуратно, внимательно и очень доверять себе, доверять своему внутреннему какому-то состоянию, потому что они чувствуют, они все знают. Но они могут заглушить это, потому что это удобно или неудобно, это нужно, если неудобно, в той позиции, даже в той комнате, надо сказать, я не могу с ней жить, снимите мне квартиру там или еще что-то. Ну, вот, в общем, не надо ни под кого подстраиваться, и под обстоятельства, и обстоятельства всегда будут против нас. Против меня был весь мир. Но за тебя были и все казахстанцы. Все казахстанцы, это невероятно, невероятно давало Динар огромную силу, невероятно. Это письма, которые пишут вообще казахстанцы, это вот я когда совсем падаю в какую-то бездну, потому что ночи были страшные, я не сплю без мелатонина и без наснотворных, я... Это правда, правда путь, Динар, правда нелегко. Это зимой бабахнуло так по здоровью, что я думала, что ну вот оно, ну Жан, прекрати, прекрати уже, все уже друзья, семья говорит, прекрати. Но невозможно, вот, ну, есть логическое завершение любой цепочки, любой, и оно должно было быть, иначе с этой незакрытой книгой невозможно жить, невозможно. Даже если бы мне сейчас отказали, я подала следующую инстанцию, это был тоже следующий шаг, но я тогда тоже понимала бы, я бы сама с собой поговорила, сказала бы, окей, хорошо, но я доказала, наверное, другим нормальным людям и другим людям, которые мне верили, и своему ребенку, что я боролась, но я, ну, возможно, ресурсы не те, страна не та и люди на пути. Ну, так получилось, я не смогла доказать, это тоже, вот после того, вот суда в прошлом году я так с собой поговорила и поняла, что я была слаба, я не была готова к тому суду, правда, Динар, нужно готовиться ко всему. Без подготовки, вот, ты не берешь у меня интервью, не приготовив вопросы, хотя это очень, ну, простое же, я простой человек, и меня можно задавать простые, я же не, там, я не знаю, не президент нашей страны, поэтому, но я вижу, что ты готовилась, ты промониторила тоже, ты, то есть любое, любое дело требует подготовки. И я в прошлом году не была готова, и это была проигранная битва, в этом году я готовилась, я, я... Самое ужасное, Жанна, в этой ситуации, что ты все это время, 4 года доказывала правду, ты сказала, что какое-то время ты винила себя, да, я думаю, что сейчас кто-то, кто смотрит наше интервью, возможно, когда-то столкнулся с такой же историей, ситуацией, где не успел сказать, не успел остановить, не успел где-то предостеречь, да, как тебе удалось вот с этим справиться? Что тебе помогло? Динара, знаешь, а может не удалось еще, ну, не удалось, у них как-то, вот, всегда бы, мы же, если бы, правда, если бы я пошел бы, вот это бы, если бы вернуть время, если бы вернуть время, вот это бы, оно такое бесконечное, и оно такое самопоедающее, и когда ты в темноте один, один сам с собой, не наврешь же, правда, только вот, и думаешь, я бы с ней бы поговорила бы и сказала бы, такого бы миллион, но вытаскиваю из этого прям, знаешь, к сожалению, мне не помогают психотерапевты, психологи, не знаю, может быть, я не того еще, ну, не встретила еще своего, поэтому вытаскиваю пока только силой своего того, что я нужна на имя и сама себе, вот, пока, пока сама собой работаю, возможно, это, что там, осознанность, или там, что там сейчас, так модное слово, поговорю сама собой, и как-то вот за хвост себя из этой ямы, потому что проваливаюсь прям, она как парабола, вот, то, кто так сильно плохо, начитаюсь еще этих ботов, совсем плохо, потом подумаю, что, ну, вот, вся страна пишет, до 13 лет это мало за убийство девчонки, за убийство человека это реально мало, но 13 лет в колонии строгого режима это адски много, это один день в том месте, мне кажется, и у меня начинает прям, ну, начинает такая боль наступать, что невозможно, и, ну, это тоже выбор того человека, который это сделал, массу возможностей, массу, 4 года, 4 года возможностей, ну, поэтому, как-то так, это случилось так, как, вот, как случилось, вот оно вот, на данный момент ничего не изменить, мы с тобой сидим и об этом разговариваем. Ты потеряла дочь, но ты преподнесла урок, что за каждое преступление должно быть наказание, что справедливость существует. И ты пример сейчас для многих людей, потому что таких историй очень много, к сожалению. Я видела твое видео, кстати, где ты говоришь и о бытовом насилии, да, что ты сама с этим столкнулась. Я Жанна Ахметова, стилист, фэшн-блогер, общественный деятель, но сегодня мне не про это, я хочу рассказать другую историю про Жанну Ахметову. И мне тоже страшно, но если я помогу какой-нибудь одной, одной душе, как моя Томпи научила мам обратить внимание на девочек, я тоже хочу обратить внимание женщин на самих себя. У нас, к сожалению, не криминализируют насилие, у нас есть защитное предписание, бумага, которая не защищает. Но в итоге, да, недавно опять на юге Казахстана муж на глазах у детей убил свою жену, отправился в тюрьму. Дети, сироты, то есть никакое защитное предписание не помогает. И вот в данном случае опять этот мальчик, ну, ему не дали воспитание, ему не объяснили, да, то есть он в 12 часов дня просто толкает Томирис, и он что думает, что можно так легко избежать наказания? Он думал, реально верил в то, что ему поверят? Я думаю, да. Он настолько в это в росте, что он правда верил. И я думаю, что он... Слушай, ну человек с сердцем, ну вот с совестью он не может жить с этим. Я думаю, что он верит в это. Делали... Слушай, ну карма существует, сейчас его отец последствия. Да. Парня посадили, да? Нельзя не уважать мою семью, нельзя не уважать Томирис, который не стало, нельзя не уважать вообще человека и человечества. Поэтому я думаю, что вот он поплатился за... Ну вот я правда вот такая в рамках вообще вселенной маленькая черная казашка. Ну как папа у меня называет, папа говорит, Жан, Балам, как ты смогла? Ну правда, я вот такая в рамках вообще всей вселенной. Ну даже семья моя в шоке, Динар. Я представляю, как вообще все ребята говорят, вообще как... Ну никто не верил, когда прочитали «Виновен», я из зала суда это написала. Я рыдала, ну прям... Ну я не знаю, ну вообще вот у меня вот так, мне кажется, слезы... И я на него смотрю и думаю, сейчас он тоже как-то... А он, смотри, ухмыляется. Ну я думаю, что это защитная реакция. Я даже как-то не... И правда, и спасибо даже московскому в СМИ. И всяким независимым вообще огромная, огромная поддержка, огромная. Хотя он россиянин и правда, потому что доказательства неопривержимы. Я рассказываю их как-то правильно, я преподношу, наверное, это правильно. Как гособвинение сказала, я выступила правильно. Я вот, ну я так, чтобы коротенько, емко... За 4 года у тебя уже был опыт. Ну возможно, возможно, да. Я думаю, что это был опыт. И хочется, да, теперь этим кейсом делиться. И фонд глобально не для такой беды. Очень хочется, что такой беды такой не было нигде. Хочется просто помогать деткам. Я за дет... Вообще, вообще, Динар, я вообще за детей. Я даже не за битых женщин. Это выбор тоже наш. Если мы в этом живем, мы тоже... Ну это наш выбор, правда? Кто-то уходит из этого, кто-то продолжает. Надо просто как-то... Дети не должны страдать. Дети не должны страдать. Я за деток. Я хочу им помогать, создать какой-то такой хаб информационный. Когда старшие будут делиться с младшими, когда они даже страну порекомендуют. Туда ей, туда не ей. Для этого нужна эмпатия. Да. Здесь нужно в каждом человеке воспитывать эмпатию. Тамирис ушла. Но имя ее, оно живет. Ты видишь, что оно сейчас не просто живет, оно заявляет, да? То есть и вот этот фонд, который ты создала имени Тамирис Байсофа, оно будет жить очень долго. Аминь. Ну она большая, она правда, она такая помощница вообще мамам пусть будет, пусть помощница деткам, которым мы научим беречь себя. Вот это вот еще главное. С чем я вышла из этого? Беречь себя. Прямо правда. Научить деток беречь себя, это так важно, это такой огромный, мне кажется, кейс, если мы этому научим, это как охранительная мера самого себя. Потому что никто, никто, никто. Дерево про себя, куаныш про себя, я про себя. И за 3-9 дней ребенку научить, что уходи там, где опасно, уходи. Это охранительная мера. А все остальное причинно-следственная связь. Выпил кофе, сходил в туалет, убил человека, сел. Ну, это причинно-следственная связь. Так не бывает, безнаказанности не бывает. Правда, тоже из огромной-огромной поддержки, тоже огромная, каст людей писал, Жан, Всевышний суд будет. Правда будет. Но я не знаю, мне хочется сказать правду. Если вот с вами такое случится, и вы такие сели, действительно, пусть его где-нибудь накажут. Вот всегда нужно примерять ситуацию на себя. Так здорово говорить и быть комментатором куда-то. И вот это, Высший суд существует. Тогда давайте вообще всех прощать. Всех будет. Ну, кто-то кого-то убил, но ничего, ему когда-нибудь прилетит. Но, Динар, так же не бывает. Поэтому всегда нужно примерить ситуацию на себя. Никогда нельзя быть безучастным. Это тоже должно быть, правда, большое сердце и большая эмпатия. Мы, правда, люди советского времени, на Косе даже в своем посте написала, тебе стоило только прийти. И я знаю, что моя мама простила бы ребенка, которому мы никогда, я об этом не говорила, никогда не позволяла, вот как-то вот мы не говорили об этом. И она написала, что я точно ее знаю, что бы она сделала. То есть, ну, мальчишка, ты приди, приди, покайся. Вот покаяние, оно такое большое слово. Всегда где-то накосячил, приди, покайся. Правда, виноватый передовой, приди и скажи. Правда, Динар, сразу прощаешь? Правда, сразу же как-то? Да, можно перестать общаться, это уже другой вопрос. Но не будешь со злобой с этой жить. Поэтому могут быть другие пути. Другие пути этого дела могли быть. Исходы другие, решения другие, жизнь другая. Могла быть. Это выбор. Выбор. Поэтому деткам всем беречь. Спасибо тебе за вопросы. Четыре года продолжался твой путь к правде. Ты ее доказала. Сейчас высвободилось очень много времени. Чем ты будешь заниматься? Хочу фондом Тамерис заняться прям уже по-серьезному. Не так вот местечково, там что-то кому-то оказываю левой рукой даю какие-то... Да, масштабно. Прям правда, чтобы это ее имя было. Я его... Ну, он создан, он юридически создан, он зафиксирован, и хочется, чтобы это было масштабно. Я, ну, помогаю кому-то талантливым деткам денежка от имени Томерис. Поэтому хочется, чтобы тоже это как-то... Мы можем поддержать твой фонд. Спасибо, Зина. Спасибо огромное. Вот. Ну, творчеством давно не занималась. Тоже хочу. Хочу как-то. Уже скучаю по... Вот, ну, как-то вот хочется. Ребенком надо заняться. На Кося, она, знаешь, она готовилась стать медиком, и последняя... Ну, вот, она заканчивала школу, в 10-м классе была, и уже 3 года занималась биологией. И когда Томерис не стала, и ее не спасли медики, она отложила, выкинула все учебники, сказала, я не буду медиком, они ее не смогли. Они не спасли ее. И то есть, получается, что ребеночек ни к чему не готовился, и мы закончили школу. И на Кося еще нигде не учатся, но вот, потому что, ну, огромная, правда, мой ресурс, и денежный, временной, и эмоциональный, и моральный, уходил вот сюда. Поэтому ребенком займусь, Динар, если так вот, по-большому. Собой займусь, здоровьем займусь. Береги себя. Спасибо, и вы. Береги себя, и деток большого. И имя Тамерис, очень жаль, что я ее не знала, и я хочу ей сказать большое спасибо, Тамерис, потому что ты затронула большую, глобальную, вообще, проблему, и я думаю, что Тамерис, она сейчас просто поможет. Сладушка, да, она поможет, она точно поможет. Субтитры создавал DimaTorzok